Как стоматологи чистят зубы своим детям? В первую очередь наносим индикатор налета, споласкиваем рот и смотрим, какие участки не до конца очищаются. Используем индикатор с периодичностью один раз в неделю, далее можно сократить до одного раза в месяц. Далее берем зубную щетку с небольшой рабочей поверхностью и наносим зубную пасту с аторидом, которая защитит от развития кариеса. Мы рекомендуем использовать электрическую зубную щетку, так как она чистит эффективнее, но главное, чтобы вашему ребенку было комфортно, так как у некоторых детей она может вызвать недовольство. Теперь приступаем к чистке зубов. Делаем это выметающими или круговыми движениями. Для профилактики кариеса, по рекомендации Международной Ассоциации Детской Стоматологии, оставляем вторисодержащую пасту на зубах, не споласкивая рот водой. Следующий этап – это зубная нить. Для профилактики межзубного кариеса очищаем контактные поверхности, но главное не травмировать межзубной сосочек. Для этого хорошо натянутую нить вводим в межзубной промежуток вдоль одного из зубов, а не посередине. При этом нитью нужно преодолеть момент сопротивления в самом тесном месте. Если на контактных поверхностях есть признаки кариеса, мы рекомендуем использовать нить, смазанную зубной пастой с торидами. И, конечно, не забывайте, что чистить надо с появлением первого зуба, а на проверку домашней гигиены приходите к нам в Dental Fantasy. Продолжение следует...